Общие рекомендации по выращиванию зелени у себя в квартире Семена или саженцы Вот в чем вопрос Сразу хочется дать небольшой совет Розмарин, тимьян, экстрагон и орегано Лучше выращивать и саженцев У них очень низкий показатель восхождения Все остальные зеленые кусты легко размножаются и семенами Лук, чеснок, имбирь входят в число исключаемых растений Поскольку размножаются луковицами и корнеплодом Если вы решили взяться за посадку семенами То их предварительно следует замочить Это необязательное условие Но тогда зеленый урожай немного раньше вас порадует Замачивают семена на сутки Воду надо менять каждые 5-6 часов Чтобы не успевала образовываться слизь Перед посадкой семена просушиваются Чтобы не запревали и не гнили в грунте Посуда для выращивания зелени на подоконнике В этом вопросе зелень не особо привередлива Подойдут керамические или пластиковые цветочные горшки И даже пластиковые стаканчики Но самым удобным решением станет большой пластиковый контейнер При желании его можно украсить или поставить в декорированную тару Деревянные ящики не подходят для выращивания зелени на подоконнике Они часто текут и могут даже прогнить Их можно использовать лишь для удобного хранения рассады, которую в дальнейшем пересадите Учитывайте, что корешки сравнительно не отличаются большими размерами Поэтому посуду стоит брать широкую, но низкую Оптимальные размеры контейнера до 15 см в высоту и не меньше 20 см в ширину Длина же для большинства видов зелени будет достаточно от 30 до 50 см Дно должно быть с отверстиями, поскольку зелень не любит застой влаги И не забудьте положить дренаж Для этих целей подойдет крупный песок, черепки, керамзит или битый кирпич А если вы хотите взять стеклянную колбу, тогда разместите на дно разноцветные стеклянные шарики Правильный грунт для выращивания зелени на подоконнике Здесь есть положительные стороны Зелень любого вида может вырасти практически в любом грунте Но, чтобы собирать богатый урожай, купите в магазине универсальную смесь Единственная рекомендация, в состав должен входит песок или перлит Мы же хотим предложить вам разнокомпонентный состав, который просто организовать дома первый слое после дренажа песок Сверху выложить Тонкий ярус торфа, все засыпать опилками и только потом засыпать все землей Полив и подкормка зелени на подоконнике Самым оптимальным решением будет опрыскивание зелени с пульверизатора В зависимости от температуры воздуха, частота таких процедур будет меняться В более теплый период все растения в большей степени нуждаются во влаге Средняя схема пульверизации рассады через день Не пренебрегайте подкормками Это поможет укрепить иммунитет растений, поспособствует богатому и быстрому урожаю Главное, не увлекайтесь азотными удобрениями Этот минерал хоть и активирует рост зеленой массы, но у зелени может уменьшиться доля эфирных масел Среди домашних рецептов следует отметить золу, что является природным калийным удобрением В отличие от магазинных препаратов она не содержит хлор, что так негативно усваивается растениями Золу настаивают сутки в воде, в соотношении 1-4 и поливают или опрыскивают зелень один раз в месяц Дрожжи – это еще одно незаменимое удобрение комнатных растений Лучше брать прессованный продукт, но и сухие дрожжи подойдут На 1 литр воды потребуется 1 час Лиз сухих или 1 стакан L прессованных дрожжей Настаивать 2 часа и сразу же расходовать Можно еще и использовать яичную скорлупу Но только в сыром виде Ее нужно сполоснуть, поскольку белок может дать неприятный запах Немного измельчить, поместить в банку и залить водой Настаивать 4-5 дней, после процедить и использовать для полива растений В таком растворе будет не только много кальция, но и прочих микроэлементов для хорошего развития зелени Если вы любите лакомиться бананами, тогда шкурки от него станут прекрасным жидким удобрением Ее также следует помыть, измельчить и залить водой комнатной температурой на 2-3 дня Кстати, все эти подкормки в идеале чередовать между собой Освещение и место при выращивании зелени на подоконнике горшки размещать стоит на южной стороне и желательно на кухне Там тепло и достаточно влажно Оптимальная температура должна быть в пределах 18-21 градус Цельсия Зимой она может опускаться до 15 градусов Цельсия Если окна выходят на восточную или западную часть, тогда будьте готовы, что зелень немного дольше будет развиваться Освещать зелень нужно минимум 6-8 часов Хотя самым оптимальным и благоприятным считается время от 10 до 12 часов светового дня Ведь чем больше света получает растение, тем быстрее он растет Зимой продумайте дополнительное искусственное освещение Посадка зелени на подоконнике Подготовленные семена следует высаживать в хорошо увлажненную землю Неглубоко присыпав немного землей в слой не более 1 см Не утрамбовывайте землю Сверху семена закрываются полиэтиленовой пленкой или стеклом Это поможет быстрейшему восхождению саженцев До появления первых росточков контейнер ставится в затемненное место Через 7-10 дней пленка снимается и молодые росточки отправляются на солнечное окно Требования к выращиванию для различных видов зелени в квартире Лук Лук вырастить можно в любом контейнере и в любом субстрате Если вы хотите обойтись стаканчиком с водой, тогда опускайте луковицу только на 1 третью Иначе луковица загнет Чтобы зелень быстрее проросла, верхушку луковицы нужно срезать на 1-1,5 см Не забывайте менять воду каждые 24 часа, что часто забывают делать А потом появляются жалобы на неприятный запах Также рекомендуется раз в несколько дней промывать луковицы под струей воды и давать им возможность полежать без воды В земле корешки быстрее прорастают, зелень появляется раньше и урожай можно собрать повторно Лук также не надо заглублять в землю, а только воткнуть Расстояние между ними достаточно в 2-3 см Пленкой накрывать не стоит, просто обильно полить водой В уходе лук совершенно нетребователен Кстати, по такому принципу можно вырастить его сородичи – лук-порей Лук нужно подсаживать каждые 1-2 недели, чтобы собирать свежий урожай Крес-салат растения совершенно неприхотливый и быстрорастущий Семена высеиваются на поверхность земли, ваты, марли или любого другого увлажненного материала В качестве контейнера можно выбрать любую посуду и даже яичную скорлупу В сходе салат быстро, через 3-5 дней густо появятся росточки А через 1,5-2 недели можно уже собирать урожай Но учтите, что он снова не отрастает Поэтому подсевать новые порции нужно каждые 2 недели Он не требует особых условий и подходит оптимальная температура 15-20 градусов Цельсия Но вот засуху не любит Поэтому всегда следите за состоянием почвы Листовой салат достаточно привередливое растение Но в умелых руках можно получить и такую зелень у себя на подоконнике Проще всего посадить салат из черенков, который готовится на выброс Их ставят в воду на несколько дней Когда начнет пробиваться первая зелень, пересоживайте черенок в горшок Следите за регулярным поливом Салат не переносит засуху И он любит много света, поэтому зимой без лампы не обойтись Семенами выращивать салат долго и сложно, но можно Вымочные семена лишь присыпаются землей и накрываются пленкой Когда появятся первые росточки, их прореживают на расстоянии 2 см А когда будет по 2-3 листика, проводится повторное прореживание на 4-5 см Петрушка Петрушку можно посадить семенами Но их стоит сеять близко к поверхности и только немного присыпать землей Накрыть пленкой и дождаться первых росточков через 3-4 недели Она любит умеренный полив и достаточно света Петрушку обязательно стоит прорезить Оставить расстояние не менее 3-4 см Первый урожай собирать можно будет через 2-3 месяца Посадка горнеплодом значительно проще Корень помещается почками вверх в хорошо увлажненную землю Если есть места среза, обработайте их пеплом Это поможет избежать загнивания Также корень нужно немного наклонить, а не располагать прямо Укроп на дачном участке Эта культура растет в качестве полезного сорняка Он вырастает в любых условиях, поэтому и в вашем доме получить урожай укропа не составит никакого труда Семена замачиваются на 10-12 часов с периодической сменой воды Затем просто высеваются на поверхность земли и слегка присыпаются ею слоем в 1 см Накрыть пленкой и поставить в теплое место на 10 дней Уже к тому времени будут первые росточки При густой посадке саженцы прореживаются Выбирайте солнечное окно, поскольку укроп любит много света И следите за регулярностью полива Слишком жаркий климат укроп не переносит Температура не должна быть выше 25 градусов Цельсия Учтите, при повышении температуры нужно увеличивать полив Базилик Базилик легко выращивается с веточек Для этого их ставят в воду на 4-5 дней После пересаживают в горшочек Семенной способ подразумевает соблюдение всех вышеописанных правил посадки Это заморское растение выделяется хорошей приживаемостью Единственное, что стоит делать в обязательном порядке, это прищипывать базилик Делается такая процедура, когда росточки будут иметь по 5-6 листиков В противном случае куст излишний вытянется ввысь Розмарин отличается очень низкой схожестью семян Их нужно замачивать на двое суток Накрыть пленкой и регулярно опрыскивать землю 3-4 недели Когда появятся первые росточки, горшок переносят на окно Когда саженцы будут высотой 8-10 сантиметров, их прореживают Черенками розмарин приживается хорошо и быстро, примерно через 2-3 недели Он не переносит засуху При дефиците влаги у него желтеют и сохнут листья Чеснок он схож быстрым приживанием с луком, поэтому может прорасти даже в стакане с водой Перед посадкой зубчики чеснока очищаются и окутываются влажной хлопковой тканью Через 2-3 дня чеснок должен прорасти Можно выбирать и непроросшие зубчики, что сразу будут сажаться в землю Но тогда урожай будет собирать на 1-1,5 недели позже Семенной способ у чеснока также есть, но целый год стоит потратить, чтобы растение нарастило корневую систему и набралось сил Расстояние между ними должно быть 4-5 сантиметров друг от друга Зубчики располагают так, чтобы хвостик выступал на 2-3 сантиметра над почвой Некоторые огородники засыпают зубчики землей на 1-2 сантиметра Этот метод подарит крепкий стойкий урожай, но опять же ждать зелень нужно будет на 1-2 недели дальше Чеснок любит влагу, поэтому постоянно следите за состоянием почвы Но не поливайте часто, достаточно раз в 2-3 дня, но хорошо Когда появятся первые росточки, полив уменьшайте до 2-х раз в неделю Освещение любит, как и оптимальное тепло, поэтому посаженный чеснок сразу ставьте на подоконник солнечной стороны Высаживать его можно в любое время года Когда зубчики начнут увядать или менять свой цвет на коричневый оттенок, тогда зелень пора срезать Имбирь это растение является исключением, он не переносит ультрафиолетовое излучение Поэтому его стоит высаживать на северной стороне или затенять от прямых солнечных лучей В качестве посадочного материала подойдет здоровый корень без каких-либо повреждений Перед посадкой обязательно замачивайте его в теплой воде, температура которой не ниже 35 градусов Цельсия, но не выше 38 градусов Цельсия Это нужно, чтобы почки проснулись Почву стоит брать для цитрусовых или тропических растений Также она должна быть богата на фосфор Оптимальная температура для имбиря это 18-20 градусов Цельсия зимой и 25-28 градусов Цельсия летом И учтите, что корень хорошо разрастается, поэтому горшок нужно брать широким и глубоким Размещайте корень почками вверх, присыпав землей в 2 см и накрыв пленкой Периодически не забывайте ее снимать и проветривать растения До появления росточков имбирь нужно держать в темном месте Первые саженцы ожидайте через 10-14 дней Небольшая рекомендация корень перед посадкой нужно продержать в слабом растворе марганцовки или золе Подкармливать его нужно 1 раз в 10 дней Также любят частый, но умеренный полив Мята и милийса этих сородичей семейства ясноутковых можно выращивать различными способами Семенами, рассадой, черенками или делением куста Самый простой способ для квартирного помещения это рассадный метод На удовольствие больше доставят, если высеять семена растения Предварительно их вымачивают в растворе марганцовки Главное правило – высаживать максимально близко к поверхности Слой земли не должен превышать 0,5 см Через месяц, когда появится уже один полноценный листик, растения пикируют или прореживают Делать это нужно так, чтобы расстояния между кустиками получались не меньше 5 см Они любят солнечную сторону, средний температурный режим, около 18-25 градусов Цельсия и умеренный полив Первый месяц в теплый период мяту и милийсу достаточно 2-3 раз в неделю опрыскивать с пульверизатора В дальнейшем ее лучше поливать под корень из-за ворсистой текстуры листьев Зимой поливать нужно реже Если же вы купили свежий пучок мяты или милийсы, тогда посадите черенки в горшочек Окуните веточки в корневин для стимуляции образования корней и поставьте в водичку на 1,5-2 недели Когда растение пустит корешки, его можно просто высаживать в контейнер Щевели шпина Дайте два разных растения имеют одинаковые условия посадки и выращивания на подоконнике Самым быстрым способом остается высадка рассады Но семена достаточно хорошо всходят Семена вымачивают в растворе марганцовки минимум 12 часов, теят на влажный грунт и засыпают еще 2 см земли Накрывают пленкой, чтобы создать парниковый эффект и оставляют так на 1-1,5 недели до восхода первых листиков Эти два растения очень любят свет Более того, им просто необходим минимум 10-ти часовой день В противном случае листья будут слишком вытягиваться и терять свои полезные свойства Поэтому выбирайте только южные окна Когда появятся 2-3 листика, рассаду пикируют на расстоянии 5-6 см Также эти растения категорически не переносят засуху Их нужно поливать часто, но умеренно Один раз в день обязательно опрыскивайте с пульверизатора Эти два растения не любят излишнее тепло Оптимальное для их роста температура 15-18 градусов Цельсия Если будет слишком жарко, около 22-25 градусов Цельсия, тогда зелень будет отдавать силы на стрелкование, а в листьях будет мало полезных веществ При прохладном воздухе ниже 10 градусов Цельсия развитие куста немного замедляется Но самое большое достоинство этих растений – они неплохо переносят даже минусовые температуры Правда, не ниже минус 4-5 градусов Цельсия До этого пределы кусты не замерзают, поэтому их можно выращивать даже на застекленной лоджии Орегано-контейнер для такой зелени нужно выбирать немного по другому принципу, как можно глубже Иначе корень у орегано разрастется по стенкам горшка и будет пускать росточки Семена также замачиваются и высаживаются на глубину 0,5-1 см К почве душиться не особо привередливо, но появление первых ростков нужно будет ждать 3-4 недели Все это время семена должны быть накрыты пленкой, а увлажнять землю нужно каждые 3-4 дня В дальнейшем росточки прореживают, оставляя самые сильные Взрослый куст поливает раз в 2 дня И самое главное условие – максимум света и оптимальная температура до 22 градусов Цельсия Кинза кинза относится к не очень капризным растениям Но хорошее освещение для нее важно, поэтому выбирайте окна южной стороны Полив и подкормки надо использовать в умеренном количестве Горшок для кинза стоит брать прямоугольной формы и глубиной 35-40 см У нее достаточно большой корень, а пересадки она не любит Сеять ее нужно не очень густо – по 3-4 зернышка на глубину 1-2 см В дальнейшем все прореживается Расстояние между кустиками должно быть 4-5 см Если форма позволяет высаживать несколько рядов, то между ними 10 см И немаловажный факт – кинза переносит даже минусовую температуру до минус 5 градусов Цельсия Тимьян семенами он высеивается по тем же общим правилам, но их не нужно присыпать землей Просто сбрызнуть водой из пульверизатора Накрыть пленкой и поставить в теплое, но затемненное место Первые росточки всходят через 3-4 недели В дальнейшем они рассаживаются Если хотите вырастить куст из веточки, тогда просто воткните ее в землю на 3 см И следите, чтобы она была постоянно влажной Через 5-7 дней черенок укоренится В особенном уходе не нуждается